Пожалуйста, камеру и микрофон включите. Александр Колесников сейчас живет в Болгарии. И камеру, Александр. Не получается у меня камеру включить. А, внизу влезло. Да, я на камеру жму, но она не включается. Так, сейчас. А я видел, сейчас, секунду. А, а вот сейчас. Сейчас включилось, все хорошо. Уважаемые коллеги, я рад передать слово Александру Колесникову. Ну, в общем-то, Александр внес огромный вклад в астрологию благодаря учебникам, самоучителям. То есть тут, смотрите, сколько. Это учебники, это программное обеспечение, это английский язык, работа на русскоязычную, английскую аудиторию. В общем, ну, это то, что мне, например, недостижимо. Александр, приветствуем вас. Коллеги тоже, наши зрители, приветствуют. И передаем вам слово. Спасибо большое. Я очень рад иметь возможность выступить перед этой конференцией. И благодарен организаторам конференции за то, что предоставили мне такую возможность. Тема, как уже было сказано, обращение Венеры – важный инструмент в арсенале астролога. Я, на самом деле, писал уже по этой теме во втором томе астрологии взаимоотношений. И в качестве подарка участникам конференции я передал организаторам PDF-файл, отрывок из книги, там, где я как раз пишу об обращениях Венеры. Поэтому повторяться, повторять те примеры я не буду. В принципе, это и есть, по крайней мере, у многих участников. И об этом докладе, в этом сообщении своем я пойду дальше и поделюсь с вами мыслями, которые пришли уже после того, как та небольшая главка была написана. Итак, обращение Венеры. Начнем мы с самого начала с определения. Просто для, так сказать, общей точки отсчета для всех нас. Что такое обращение или возвращение, говорят, это одно и то же, Венеры. Это астрологическая карта, построенная на тот момент, когда транзитная Венера проходит точно через положение натальной Венеры. Наверняка многие с этим понятием знакомы, обращение или возвращение. Эту карту можно строить или на то место, где человек встретил соответствующий момент времени, или на место рождения. Я предпочитаю строить на тот момент, где человек встретил обращение, но есть такие вот астрологи, которые не признают никакие релокации, они строят на место рождения. И все равно, на самом деле, обращение, построенное на место рождения, тоже всегда имеет смысл. Единственное, что в астрологии бывает очень много разнообразной информации, и нам нужно выбирать и решать, можем ли мы справиться со всем изобилием возможных карт. Я считаю, что обращение, построенное на то место, где встречено, показывает наиболее внешний слой событий, и поэтому может быть актуально при консультировании, или при стремлении оценить потенциал предстоящего периода времени. Обычно считается, что обращение Венеры и любой другой планеты описывает потенциал предстоящего периода времени, следующего за этим обращением, с точки зрения соответствующей планеты. Допустим, с точки зрения принципа Венеры в нашем случае. То есть, ну, я не буду говорить о символизме Венеры, это уже под конец конференции, его тысячу раз, наверное, упоминали, любовь, красота, гармония и так далее. Подобно тому, как, скажем, солнечное обращение или соляр показывают цикл или особенности цикла развертывания индивидуальности, скажем так, или цикл реализации жизненной цели, может быть, лунное обращение или лунары. Очень неплохо, на мой взгляд, работают с точки зрения здоровья. Часто они покажут какие-то болячки, которые нас могут донимать. Вот. И единственное, на что я хотел бы обратить ваше внимание, это то, что наверняка тоже было уже сказано на конференции, что Венера – это третья по важности планета на небосклоне, вообще-то говоря. То есть, в Солнце есть луна, а потом по важности идет Венера. Ну, по крайней мере, если руководствоваться принципом, то, что наверху, подобно тому, что внизу, да? Потому что если наверху что-то очень яркое и заметное, то оно должно быть заметно и в нашей астрологической реальности, в нашем микрокосме. Солнце, понятно, большое, светило, луна тоже светило ночное. А почему Венера на третьем месте, можете мне сказать? Потому что это самый яркий объект после Солнца и Луны. Где-то я встретил такую идею, что если собрать в одной точке все звезды небосклона, даже тогда они не превзойдут по яркости Венеру в полном блеске. То есть, Венера очень важна. И, соответственно, обращения Венеры, наверное, в прогнозировании идут по важности сразу после соляров и лунаров. Или как это ударение ставится. Я не всегда уверенно владею словами, как их на русском языке используют. Поэтому могу какие-то ударения неправильно ставить. Единственное, есть важное отличие обращения Венеры от соляров и лунаров. Дело в том, что Венера может быть ретроградной. И если ваша натальная Венера оказалась на пути ретроградной планеты, на том участке эклиптики, по которому Венера движется ретроградно, то у вас три обращения Венеры пройдут одно за другим. Ну, вот, допустим, в 2021-2022 годах Венера была ретроградной на участке от 11 градусов до 27 градусов Козерога. И у Фрэнка Синатры, ну, если бы он был еще жив, и мы строили бы для него вращение Венеры, натальная Венера находится в 11 градусах 56 минутах Козерога. Транзитная Венера прошла через эту точку, через натальную Венеру Синатры трижды. 18 ноября 2021 года, 22 января 2022 года, и очень буквально меньше, чем через две недели, 4 февраля 2022 года. То есть получилось бы три карты обращения Венеры. И как их интерпретировать, и к какому периоду времени они относятся. Стандартный ответ на этот вопрос, который вы найдете, наверное, в большинстве книг, которые имеют дело с обращениями, это карта обращения действует до следующего момента обращения. То есть в случае Синатры, Господи, что ж я его не могу никак правильно назвать, в случае Синатры это означало бы, что второе обращение, карта второго обращения действовала только 13 дней. То есть первое там где-то пару месяцев, второе – 13 дней, и третье тогда должно действовать на весь следующий виток Венеры, пока она обойдет весь зодиак и опять придет к натальному положению Венеры. Я так пишу, я именно это пишу в том отрывке из книги, который вам предоставил, что обращение действует до следующего обращения. Но в случае вот таких тройных, одно за другим обращения Венеры, я сейчас предпочитаю трактовать их по-другому. Я считаю, что все три, все три вот этих одно за другим обращения Венеры характеризуют последующий виток, последующий проход Венеры и период времени соответствующий ему, пока Венера сделает полный виток по зодиаку. То есть вместо одного обращения мы получаем три, и все три они характеризуют одно и то же, один и тот же период жизни. Ведь если подумать, что такое ретроградное движение планеты, вот шли мы, шли, шли, шли по зодиаку вместе с этой планетой, вдруг остановились, повернулись назад, пошли. Зачем? Может быть, мы что-то не поняли, может, захотели взглянуть еще раз, может, вернулись, повернули и опять пошли, и третий раз увидели опять это, так сказать, возвращение планеты. То есть три разных взгляда, три истории о том, что предстоит. И моя идея в том, чтобы все три эти обращения попытаться понять их, как три рассказчика разные говорят об одном и том же предстоящем периоде жизни, предстоящем развертывании принципа Венеры в жизни человека. Должен сказать, что вот такие тройные обращения Венеры встречаются в жизни нечасто. У меня такое прощение, тройное обращение прошло, когда мне было 8 лет всего, и с тех пор не было и уже не будет. Я, конечно, ничего не помню. Есть люди, у которых вообще такие тройные обращения не происходят, а есть люди, у которых они происходят несколько раз в жизни. И я считаю, что когда такое тройное обращение происходит, это что-то очень важное. Это какая-то очень важная перемена происходит в жизни. Это происходит какой-то очень важный поворот. Для построения карт обращений я сам использую сейчас постоянно, и мне очень нравится, как делается в этой программе, астропроцессор ZEVS. Если вы еще не знакомы с астропроцессором ZEVS, я очень рекомендую посмотреть, познакомиться, потому что это программа, которая активно развивается сейчас. Упомянуть можно, что сейчас проходит бета-тестирование, поэтому бесплатен. И здесь реализовано много-много всяких очень важных вещей, даже которые недоступны в самых лучших западных программах, некоторые из них. Ну, кое-что я буду сегодня еще упоминать, но сейчас просто посмотрим. Вот я в меню программы выбрал расчет событий, возвращение, и появилось вот это окно. Здесь, вот здесь кнопочка справа, я указываю, на какое место построить обращение. В данном случае просто место рождения сенаторы. Указываю, какой временной диапазон меня интересует, и просто нажимаю кнопочку «Рассчитать». И потом выбираю из результатов, видите, 18 ноября и так далее. Три обращения прошли. Давайте посмотрим пример один. Это Стив Джобс, один из соучредителей компании Apple. Известная личность. И почему я показываю сначала его натальную карту? Потому что я считаю, что при изучении обращения Венеры нужно учитывать не только естественный символизм этой планеты, красота, гармония и так далее, а также посмотреть то, что Марин де Вильфранш называл локальной детерминацией. То есть, как расположена планета в натальной карте, в каком доме находится, какими домами управляет. И в данном случае, ну, можно, например, заметить, что Венера управляет вторым домом Джобса. И мы можем подумать, что в его случае обращение Венеры и то, что они нам рассказывают, имеют особый акцент на деньгах, скажем так, на ресурсах. И в каких-то случаях, если Венера находится в десятом доме, она будет, мы увидим другие примеры, она имеет особое отношение к карьере или к социальному положению человека, положению в обществе и так далее. И вот одно из обращений или возвращений Венеры для Стива Джобса. Я показываю одно из серий трех. У него такая серия из трех обращений Венеры, одно за другим, произошла в конце 89-го, в начале 90-го годов. Что происходило в это время? За несколько лет до этого, лет за 5-6, Стив Джобс и Стив Возняк создали компьютер Apple и достигли большого успеха. Стали мультимиллионерами, особенно Джобс, по-моему, преуспел в этом. И компания стала развиваться, укропняться, но и укропнилась до такой степени, что однажды Джобса просто попросили уйти с его работы в той компании, которую он организовал. Ну, сложилась так ситуация конъюнктурная. Он ушел, ну, и был человек неведный, как вы понимаете, и решил на те деньги, которые у него были, организовать другую компанию и сделать вообще самый-самый лучший, самый продвинутый, самый совершенный компьютер в мире под названием Next Step. И организовал производство, организовал производство программного обеспечения для этого компьютера, опять очень-очень передового. И даже при его запасах миллионов ему денег стало не хватать. И он стал активно искать инвестора. И вот посмотрите, первое из этих обращений. Не показывает ли оно нам ситуацию, когда человек активно ищет инвестора? Смотрите, загружены здесь в основном второй и восьмой дома. Между ними образуются такие оппозиции. Я детально карту разбирать не буду, у нас за час мы не успеем это сделать. Главное, какие-то основные моменты, покажу вам, основные идеи. То есть мы смотрим на первое из трех обращений и замечаем, что здесь Юпитер экзальтированное во втором доме, пачка планет в восьмом доме и седьмой дом тоже очень активен. В нем Солнце и Меркурий, потому что человеку надо привлечь, надо привлечь других людей, чтобы продать такой дорогущий компьютер. Надо же, чтобы все знали, они организовали там какое-то эксклюзивное событие, чтобы там объявить его, что он появился на рынке, только по приглашению и так далее. То есть все это было поставлено на очень-очень высоком уровне. Ну, из-за того, что тут Юпитер в экзальтации во втором доме, и Юпитер управляет с седьмым домом, мы можем подумать, что, наверное, все-таки Джобс нашел себе инвестора. И он нашел. Человек, который вложил много денег в этот компьютер. Но интересный момент, если вы посмотрите, вторым домом управляет Меркурий. Меркурий находится в знаке изгнания. И мы можем подумать, что-то все-таки не так там было с деньгами. Венера, смотрите, ведь в обращении Венеры важно обратить внимание на аспекты Венеры. И Рональд Дэвисон говорил, что если в других, в солярах, в лунарах, важно, в каком доме находится Солнце, Луна, соответственно, то в обращениях Венеры очень важны аспекты. И если мы посмотрим, какие здесь аспекты, параллель Венеры к Меркурию я вижу, параллель к Луне, ну и какой-то полусекстиль к лунному узлу. То есть Венера аспектирована очень слабо, что-то не так здесь, да? Такой вот звоночек может возникнуть. Вот это было 27 ноября первое обращение Венеры. Второе обращение Венеры прошло 4 февраля следующего года. То есть сколько там прошло? Пару месяцев. И здесь опять, смотрите, то есть я что вам хочу показать и сказать, что иногда эти карты, тройные обращения Венеры, они рассказывают нам одну и ту же тему. Просто с разных сторон немножко как бы рассматривать. Смотрите, опять у нас активизирован восьмой дом. Венера здесь, правда, она находится в соединении с Меркурием, потому что очень важно было, опять же, рассказать всему миру, что у нас самый лучший в мире компьютер. Но также в соединении с Сатурном. Какие-то ограничения мы чувствуем. Если посмотреть на управитель второго дома, опять он какой-то не очень удачный. Луна расположена в двенадцатом доме. Опять седьмой дом активизирован. Если вы посмотрите, здесь в девятом доме соединяется Солнце с лунным узлом, а в квадратуре к Плутону. Если запомните, 16-17 водолея и Плутон 18 скорпиона. Если мы вернемся на пару слайдов назад, в натальной карте Джобса, то вы увидите, что соединение Солнца и лунного узла происходит на его Меркурии. На Меркурию у правителя десятого дома. Это его карьера, это его предпринимательская деятельность. Меркурии в пятом доме. То есть она здесь была на пике. Солнце и восходящий узел проходят по натальному Меркурию. В идеале мы всегда должны сравнивать карту обращения с натальной картой. Но при этом Плутон образует квадратуру. Откуда? Из скорпиона, из второго дома. Опять борьба за финансы. Вы видите, идет какое-то сочетание смешанной информации. С одной стороны, позитивные факторы. Там был Юпитер экзальтированный во втором доме. Здесь Солнце и лунный узел на Меркурии натальном. И в то же время всегда какие-то трудности финансовые. И третье обращение. 14 февраля, 11 февраля, всего через неделю после второго. Опять Венера уже в более точном соединении с Сатурном и так далее. Опять она не очень хорошо аспектирована. Ну, трин к Луне есть, правда. Опять как бы смешанная. И опять седьмой дом очень важен. И особенно важен Нептун на дисценденте. Вот это желание пустить пыль в глаза, так сказать, публике. Продать этот компьютер, который стоил 10 тысяч долларов тогда. А сейчас бы он стоил 20 тысяч долларов. Покупайте, ребята. Смотрите, какой он действительно золотой был во всех отношениях. Вот. И что я вам хочу сказать, что три последних обращения часто рассказывают одну и ту же историю и помогают посмотреть на жизнь человека и происходящее в ней. То есть тогда что произошло реально? Тогда им удалось продать какое-то количество этих компьютеров. Но недостаточно много, чтобы оправдать его существование. И постепенно этот компьютер Next Step сошел со сцены. Но это была нечистая неудача, потому что они создали программное обеспечение, с которым потом Джобс опять пришел в Apple, продал его за огромное количество денег. И те, кто сейчас программирует для платформ Apple, знают, что многие классы, там начинается их название с букв NS, Next Step. Еще с тех пор пришло тогда, вот созданное в 90-м году, программное обеспечение до сих пор работает и новую операционную систему для Apple создали. Ну вот, такая, то есть первая идея, что я вам хотел рассказать, это по поводу тройных обращений Венеры и как их трактовать. Вторая идея. Я всю жизнь строил соляры, лунары и обращения других планет, ну, как все строят. Точно так, как я вам рассказал в определении, то есть когда транзитная планета проходит точно через натальную планету, вот это момент, на который нужно строить карту обращения. Но несколько лет назад мне попалась книжка Боба Маркса. Меня всегда интересовала вот эта тема, действительно ли имеет смысл переезжать на день рождения в какое-то место, где карта будет выглядеть более благоприятно. И астрологи очень сильно расходятся во взглядах на эту тему. Многие астрологи говорят, да нет, ну, и релокация есть релокация. Вы поехали куда-то, где у вас Юпитер на МЦ, но он будет действовать как таковой, только пока вы там остаетесь. А если вы переехали назад в свой Урюпинск, где у вас Юпитер, это в шестом доме или где-нибудь, он будет работать в шестом доме. Но я не буду полностью рассказывать вам идеи Боба Маркса. В данном случае он важен. Почему? Потому что он считает, что обращения нужно строить всегда с учетом поправки на прецессию. И он говорит о том, что обращения с поправкой на прецессию работают гораздо лучше. Они гораздо лучше описывают реальность происходящего в описываемый обращением период времени. Я немножко позже уточню, что такое поправка на прецессию, но сейчас скажу, что вот с тех пор, как я прочел его книгу, я стал следить. Вот я строю для себя, для людей, которых я знаю, обращение одно с поправкой на прецессию, другое без поправки. И смотрю, какой из них лучше описывает соответствующий год жизни для Соляра, месяц для Лунара и так далее. И я совершенно однозначно прихожу к тому, что соглашаюсь с Бобом Марксом. Действительно, обращения с поправкой на прецессию работают гораздо убедительнее, гораздо интереснее. Я вам через минуту покажу небольшой пример, но советую вам просто поработать с этим, начать следить с тех пор, как вы меня услышали, как работают обращения, в том числе обращения Венеры и Соляры, и Лунары с поправкой на прецессию. В чем суть, в чем техническая, так сказать, подробность, что это за поправка на прецессию? Ну вот смотрите, допустим, человек родился в какой-то момент, и Венера у него в момент рождения была ровно в 10 градусах водолея, скажем, к примеру. Человеку исполнилось 30, 40, 50 лет, и мы строим для него обращение, всегда строим на момент, когда транзитная Венера проходит ровно через 10 градусов водолея, точно через натальную Венеру, по правилам. Но если подумать, а как была натальная Венера расположена относительно звезд в момент рождения человека? Окажется, что 10 градусов водолея, то есть натальное положение в тропическом зодиаке, в котором мы работаем в западной астрологии, не точно отражает положение Венеры относительно звезд в момент рождения. То есть, когда мы строим карту обращения с поправкой на прецессию, мы строим ее на тот момент, когда планета транзитная проходит точно через положение планеты в момент рождения относительно звезд. Вот в чем суть этой поправки. И это не совпадает с положением натальной планеты в тропическом зодиаке. Некоторые авторы в астрологии говорят, что да, можно строить обращения с поправкой на прецессию, но они описывают внутренние психологические события в жизни человека, а вот обычные обращения – они внешние события. Но Боб Маркс совершенно отчетливо говорит, нет, именно обращения с поправкой на прецессию лучше всего говорят о внешних событиях, о том, что происходит в реальной жизни. А вот обычные, без поправки, они могут и что-то… Я не буду приводить вам свои примеры, свои наблюдения, они, может быть, немножко слишком личные, я ими делился на каких-то своих лекциях, семинарах. Посмотрите просто сами, посмотрите, что лучше будет работать в вашей жизни. Единственное, что если вы решите использовать обращения Венеры и другие с поправкой на прецессию, будьте осторожны. Боб Маркс, мы с ним переписывались, кстати, вот так сложилось, он мне написал с благодарностью, я ему тоже что-то написал. И он говорит, смотри, очень-очень трудно в астрологическом мире воспринимать саму идею поправки на прецессию. Говорят, не-не-не, мы даже смотреть не будем. Но она работает, она здорово работает, но люди настолько не верят в эту возможность, даже и не пытаются посмотреть. Но если вы начнете это применять, то будьте готовы к тому, что ваш клиент, если вы покажете ему карту, свое обращение, скажет вам, ой, это неправильное обращение, у вас положение солнца там в соляре не совпадает с натальным, все неправильно. И Боб Маркс пишет, что он так потерял одного хорошего клиента, потому что, да я же с поправкой на прецессию. Не-не, неправильно, все. И у меня уже, кстати, был такой опыт, я для одной клиентки письменный отчет предоставил, и я там использовал обращение с поправкой на прецессию. И прямо над этой картой курсивом написал, внимание, я использую обращение с поправкой на прецессию, поэтому положение планеты в карте обращения не будет соответствовать натальному. И дальше идет карта. И как вы думаете, какие первые слова мне сказала эта клиентка? У вас в карте обращения солнце расположено неточно, неправильно, поэтому, значит, все у вас неправильно. То есть, если вы будете пользоваться обращениями с поправкой на прецессию, то есть, заранее просто подписку берите у клиентов, что они готовы это понять и принять, и так далее. Не знаю, сложно с этим, но работают они очень здорово. Ну и давайте посмотрим пример. В качестве примера мы возьмем Катерину, Кэтрин, супругу принца Вильяма, сейчас она герцогиня, вот, а была обычная девушка когда-то. Опять я начинаю с натальной карты, чтобы посмотреть, как расположена Наталья на Венере, какой дополнительный акцент могут нам давать, какую дополнительную информацию могут нам давать карты обращения Венеры. Венера, ну, я, может быть, из всех факторов, связанных с Венером, из всех фактов, я обращу внимание на то, что она управляет Десятым домом. Поэтому связана в жизни Кэтрин с социальным статусом, с положением в обществе, с ее титулами, да, и так далее. И, соответственно, период, когда обращение Венеры описывает какой-то период жизни, мы можем смотреть, а что происходит с ее общественным статусом. И я в книжке отрывок, в том отрывке, который я вам предоставил, построил обращение Венеры для Кэтрин, которое предшествовало ее замужеству с принцем Виллианом. И вот эта карта, прямо из того отрывка. Что мы здесь видим? Ну, во-первых, немножко непонятно, почему большинство планет под горизонтом, это очень публичное событие. Но, в принципе, что-то интересное есть. Вот Венера находится в Первом доме, да, Венера на восходе. Неплохо для карты замужества. Что еще? Управитель Седьмого дома, Солнце, благородный жених, благородный партнер во Втором доме. Второй дом битком набит планетами. Да, ее, конечно, финансовые возможности значительно возросли в результате этого замужества. Венера образует секстель к Юпитеру. В натальной карте, там квадратура была здесь секстель. Опять указание на хорошее, так сказать. То есть что-то, да, какие-то темы мы здесь находим. Но как-то не очень убедительно. Мне больше всего сомнений вызывает тот факт, что большинство планет под горизонтом. Это ж такое, Господи. Весь мир смотрел, наблюдал за их свадьбой. И вот это же обращение. Смотрите, давайте посмотрим, какое было положение Венеры в натальной карте. Это 7 градусов 13 минут водолея. Дальше. В карте обращения обычном, традиционном, классическом Венера должна точно так же расположена. Да, все правильно. А теперь посмотрим карту обращения, построенную с учетом прецессии. Вот она. Смотрите, Венера, где расположена. 7 градусов 38 минут. То есть там было 13, тут 38. А 20 с чем-то минут за счет прецессии тропического зодиака она сдвинулась. И этот сдвиг зависит от возраста. Чем старше человек, тем он больше. Ну, тут она была очень молодой. Еще. И вы видите, здесь-то все уже, все планеты в основном, ну, большинство планет находится над горизонтом. И Венера находится в седьмом доме. То есть это, на мой взгляд, более описательно, скажем так, для выхода замуж. Венера в седьмом доме, а не в первом. А еще что мне здесь очень нравится? Юпитер. Юпитер находится в десятом доме. Ведь она же, выйдя замуж, стала герцогиней. Это какой, благородных кровей стала девушка. И Юпитер, смотрите, он тут параллель, контрпараллельно образует к Сатурну. Сатурн характеризует здесь партнера. И экзальтированный Сатурн, да, ретроградный причем. Сатурн символически, мне кажется, и в четвертом доме. Это очень хорошо описывает вот эту британскую королевскую семью, традицию, уходящую в прошлое, там, на века. И ее статус связан аспектом параллели, контрпараллели с этой традицией. Ну и так далее. Можно изучать эту карту. И, на мой взгляд, девятый дом, почему здесь так загружен? Ну, потому что это религиозная церемония, религиозный ритуал. Брак – это не как у нас, да, в ЗАГС пришли там и устроили свадьбу. А там это же церковь вовлечена, и все, и все. Это ритуалы. Девятый дом – это также дом ритуалов. То есть эта карта, на мой взгляд, оказывается гораздо более описательной. И вот точно примерно такое же различие возникает, когда вы будете, я думаю, сравнивать в своем опыте карты с поправкой на прецессию и без поправки. Возникает хороший вопрос. А как же строить карты с поправкой на прецессию? И, опять же, ответ на этот вопрос вам даст астропроцессор Зевс. Ответ очень простой и легкий. Вот это окно опять, в котором вы строите карты обращения немножко назад. И здесь, вот видите, вот эту отметку надо поставить. Учитывать прецессию. Вот здесь в окошечке слева внизу вы выбираете для какой планеты. Солнце, Луна, Меркурий и так далее. Венера в данном случае. И надо поставить галочку, учитывать прецессию. Все, больше ничего не надо. И результаты у вас будут все с поправкой на прецессию. Я могу похвастаться, что это я уговорил Дмитрия Потапова, добавить вот эту галочку в учет прецессии. До этого учет прецессии можно было делать только в продвинутых западных программах, таких как Солофай, Янус, наверное, Сириус тоже. А сейчас, пожалуйста, я не знаю, насколько это возможно в других российских программах. Я пользуюсь в основном сейчас, моя основная программа – это астропроцессор Зевс. И мне очень нравится, как она работает, очень точно. И очень легко ей пользоваться. То есть ставите галочку, и все ваши обращения будут с учетом прецессии. Это вторая тема, которую я вам хотел сегодня показать. Еще одна идея, которая, я надеюсь, будет вам полезна. Смотрите, некоторые астрологи используют так называемые противосоляры. Не только соляры, но и противосоляры для суждения о второй половине Солнечного года. То есть когда транзитное Солнце проходит через Наталью, это соляр. Но они также берут и строят на карту обращения на момент, когда транзитное Солнце образует оппозицию к Натальному. И говорят, что вот этот противосоляр описывает лучше вторую половину года. То есть две точки Солнечного года мы можем использовать для обращения. А вот смотрите, когда мы работаем с Луной, то там есть четыре фазы. Там есть соединение – это новолуния, оппозиция – это полнолуния. И есть же еще первая и последняя четверть. И я стал думать, а в цикле планеты ведь тоже, наверное, важны все четыре фазы. И я стал использовать их. Буквально это, наверное, может быть год, как я стал сам использовать и советовать тем, с кем я общаюсь, использовать также первую и последнюю четверть в циклах любых планет. Допустим, соляр строить не только на соединении, не только на оппозицию, но и на 90 градусов и 270. Но это отдельная большая история, которую я расскажу где-то, может быть, в другом месте, о результатах, которые я получаю, которые мои друзья получают. Буквально недавно я связался со своим коллегой, который долго не мог найти работу. Очень переживал по этому поводу. Ну и вот он взял и на 270 градусов аспект транзитного солнца к Натальному, построил свой соляр и поехал в то место, где выгодная конфигурация возникает. И вот он сейчас мне сообщил, что у него сейчас две работы конкурирующих ему предложили. И дела идут очень хорошо после того, как это произошло. Работают, вы знаете, ну, опять же, я оставляю выводы вам на самостоятельную практическую проверку, а просто высказываю сейчас предположения. Переработив с обращениями Венеры, имеет смысл использовать карты, построенные на моменты, когда транзитная Венера образует не только соединение с Натальными, но также оппозицию и квадратуры. То есть, 990 и 270 градусов. И как и везде, я сейчас использую, во всех обращениях я учитываю прецессию и вам тоже советую. В качестве примера приведу принца Гарри на этот раз. Это его натальная карта, Венера у него расположена в 9-м доме, в весах, сильная, хорошая Венера. В 9-м доме, может быть, она говорит о том, что жена у него будет иностранка, как вы думаете. Может такой быть интересный момент. Но в данный момент, на что я хочу обратить ваше внимание, это натрин, Солнце и Луны. Запомним просто приблизительно, 20 с небольшим градусов земных знаков. Хорошо? И Луна у него очень хорошая, сильная. Смотрите, в 4-м доме в экзальтации. Запомним. А теперь я вам покажу следующую карту. Вообще-то я планировал показать одну из карт, которая в отрывке из книги. А это обращение Венеры, предшествующее его знакомству с Меган. Но я построил на самом деле не точно такую карту, как в книге приводится. Потому что я здесь учел прецессию. Я сейчас везде и учитываю. Но тем не менее, давайте посмотрим, что здесь мы видим. Есть здесь что-то предвещающее встречу с будущей супругой. Ну, в принципе, что-то в этом плане есть. Луна в 10-м доме экзальтированная. В трени к Юпитеру. Предвещающий успех. Может быть, в отношениях в какой-то степени. Не очень ясно это. Но что я в книге пишу про эту карту. Смотрите, здесь Венера в оппозиции с Ураном. Так же, как в карте без учета прецессии. Там тоже Венера в оппозиции с Ураном. Я говорю, вот смотрите, ведь этот брак и вообще эти взаимоотношения принца Гарри, они буквально как землетрясение сотрясли основы всей королевской семьи. Они, очевидно, были против того, чтобы он женился на Меган, потому что она иностранка, потому что она разведенная, потому что она старше его, может быть, тоже. И, тем не менее, они же в конце концов откололись, просто вышли из королевской семьи и стали жить своей жизнью. Но что здесь, во-первых, не очень яркий символизм. Встреча с будущей, сужденной своей. Ну, Нептун, может быть, в седьмом доме. Ну, квадратура. То есть, как-то не очень ярко говорит с нами эта карта. Во-вторых, ну, смотрите, момент 24 ноября 2015 года. А встреча произошла летом 2016 года. То есть, как-то это построено. Ну, очень сильно задолго до того, как события произошли. И вот в таком случае очень хочется построить, ну, то, что называют противосоляром, но в применении к Венере этот термин, ну, как, что противовенеряр, что получается. Получается. Поэтому я просто стал использовать полуобращение. Интересно посмотреть полуобращение. То есть, карту построена на момент, когда транзитная Венера прошла точно через оппозицию к натальной. И смотрите, что получилось. Опять же, все это с учетом прецессии. Смотрите на этот большой трин. Вот Меркурий, восходящий лунный узел, Плутон. Большой трин, это же здорово. Это указание на что-то, скажем так, не очень ординарное, позитивное происходящее в жизни. А вспомните теперь в натальной карте. Давайте посмотрим. Меркурий здесь 21 тельца, восходящий узел 20 девы. Если мы посмотрим назад на натальную карту, восходящий узел оказывается в соединении с Солнцем натальным, а Меркурий оказывается в соединении с натальной Луной. Очень неплохой символизм. Большой трин в карте обращения Венеры ложится на этот натальный трин между Солнцем и Луной. И Луна в четвертом доме экзальтирована. То есть, это союз мужского и женского начал Солнца и Луна. И здесь большой трин, что-то, да, указание на что-то большое предстоящее. И Венера тоже неплохо расположена. Она расположена в 10 доме, что более символически соответствует встрече, потому что эту встречу сразу заметили, ее начали обсуждать и так далее. И в соединении с Венерой, видите, там была оппозиция. И оппозиция, ну, в какой-то степени описывала тот шокирующий эффект, который они произвели на королевскую семью. Но для взаимоотношений оппозиция нехороша. А в данном случае это волнующие, необычные отношения, соединения все-таки, да. И в то же время сохраняют вот этот оттенок революционности и шокирующий, так сказать, на королевскую семью. То есть, опять же, мы можем заметить, что карта полуобращения, ближе к моменту происходящему, может очень неплохо описывать происходящее событие, гораздо яснее, чем карта самого обращения. Ну и как строить карты полуобращения, четверть обращения? Опять нам на помощь приходит астарпроцессор Зевс. И все очень просто здесь делается. Посмотрите, вот это окошечко здесь, аспект. 180 градусов мы можем, это для полуобращения. Или вы можете здесь выбрать 90 градусов или 270. И, соответственно, построить карты обращений на интересующие вас фазы планетарного цикла. Да, по поводу того, что... Забыл сказать вам одну вещь, хочу вернуться. Помните, я говорил, что обращения, три обращения Венеры могут одно за другим происходить, проходить, но не у всех. А получается, может быть так, что человек родился, в зависимости от того, где расположена натальная Венера. Иногда за всю жизнь на ней не может случиться ретроградного движения Венеры. А иногда и несколько за жизнь. Как определить, в каких случаях? Ну, можно, конечно, посмотреть эфемериды. А если вы были на докладе Алины Рождественской, она там описывала звезду Венеры. И вот эти вот долговременные паттерны, связанные с Венерой. Хотя Венера сама по себе движется довольно быстро по зодиаку. Вот эти паттерны, они по скорости приближаются где-то к Плутону. Ну, то есть, очень медленные. Если у вас Венера там в Раке или в Рыбах, по-моему, Алина проконсультировала по этому вопросу, у вас никогда не будет тройного возвращения Венеры. А вот если где-то в других местах, то будет, может быть, даже неоднократно. Ну, я это оставляю. Если вам интересно подробности этой темы, то обращайтесь к Алине, она вам все расскажет. Да, а сейчас мы идем дальше. Что еще можно делать с обращением Венеры? Ну, можно построить астрокартограмму. Я заметил, что на конференции астрокартограмма была упомянута неоднократно. И для меня в этом году тема астрологии пространства очень важна. У меня масса всяких выступлений намечена по этому поводу. В апреле выступление онлайн на студенческой конференции одной английской астрологической школы. В июне двухдневный курс очный в Эдинбурге. И собираюсь уже в октябре два выступления на астрологической конференции Ассоциации Великобритании. И, конечно, я не забыл о своих российских слушателях. И немножко позже я вам скажу, что приглашу вас на одно из событий. А сейчас просто хочу сказать, что да, можно взять обращение Венеры и для этой карты построить астрокартограмму, как и для любой другой карты, астрологической карты. И увидеть там какие-то места, которые, может быть, как-то подчеркнут то, что происходит или будет происходить в вашей жизни с точки зрения принципа Венеры. Но для своих примеров я не нашел никаких ярких. Да, если вы строите астрокартограмму, то важно учитывать параны. Я не знаю, в российской астрологии параны, насколько известно. Но параны очень интересные, очень хорошо работают в астрокартографии. Также желательно очень учитывать аспекты к угловым куспидам. Создатель астрокартографии Джим Льюис показывал, то есть в классической, в ортодоксальной астрокартограмме, показаны только линии, где планеты становятся в мире угловыми. Ну или фактически в карте релокации, или физически, скажем так, ездить в инмунде. И он был против того, чтобы показывать в астрокартографии те места, где планеты образуют точный аспект к углам карты. Ну, допустим, где-то у вас в релокации Юпитер образует тринг МЦ. Да, ведь это важно, ведь в релокации мы это учитываем. Это важно для карьеры, важно для статуса и так далее. А в астрокартограмме, в классической, мы этого не видим. И есть астрологи, которые говорят, надо показывать в астрокартограммах линии аспектов планет к углам карты. Я вам покажу немножко позже кое-что в этом духе. И некоторые говорят, что и важные средние точки тоже надо учитывать. И поэтому, если вы работаете, если вы смотрите обращение Венеры, хорошо бы все это учитывать. К сожалению, российские астрологические программы, по крайней мере, известные мне эти аспекты, не строят. Да, но я тут работал с картой принца Гарри. И мы сейчас оставим обращение Венеры немножко в сторону. Это фрагмент натальной астрокартограммы принца Гарри. Здесь опять возникает тема Венеры, но несколько в другом контексте. Смотрите, у него линия Венеры на асценденте, вот она, проходит недалеко от Лос-Анджелеса. А в Лос-Анджелесе родилась его супруга, Меган. И, ну, она не прямо через Лос-Анджелес проходит. Но ведь карта Гарри построена на официально известное время. Может быть, ее надо подректифицировать, чтобы немножко там что-то... Ну, по крайней мере, линия Венеры проходит близко от Лос-Анджелеса. И вот этот принцип в астрокартографии работает очень значимо и очень часто. Нам не надо ехать в то место, через которое проходит наша планетарная линия, чтобы испытать ее. Может быть, человек, приехавший оттуда, привезет нам тему этой Венеры. Как Меган привезла Гарри в Англию тему Венеры. Потому что у него линия Венеры проходит через Лос-Анджелес или рядом, через Калифорнию. И вот вы, работая со астрокартографией, часто вот эту идею Венеры увидите. Допустим, Джон Леннон и Йоко Оно. У Джона Леннона одна из линий Венеры проходит недалеко от Токио, где родилась Йоко. А у Йоко одна из линий Венеры проходит точно через Ливерпультом или Манчестером, где родился... Ну, через то место, где родился ее будущий муж, Джон Леннон. Вот. И вы заметите, что вот такие обмены линиями Венеры очень часто происходят. Ну, нередко происходят между постоянными партнерами, между влюбленными. И, как бы, совет может быть для вас, если вы еще ищете партнера, обращайте внимание на тех людей, если вы мужчина, может быть, в первую очередь. Ну, и для женщин тоже через тех, кто приехал из мест, где у вас линии Венеры проходят. Для женщин также линии Марса могут быть значимы. Дальше. Паран. Идея Парана. Просто я не знаю, насколько она известна, и решил показать. Вот в одной из программ, это Янус, который отображает Параны. Что такое Паран? Идея в том, что где-то на Земле у человека пересекаются линии планеты. Допустим, линия Венеры на МЦ и Нептуна на асценденте где-то у принца Гарри пересекаются. Может быть, над океаном, может быть, где-то еще. Но широта точки пересечения остается включенной. И это возникает Паран. По этой широте мы проводим линию. И здесь я еще включил ее Орбис, которая показывает, где у него тема Венеры в сочетании с Нептуном окажется активной. Это Паран. И в данном случае, опять видите, немножко-немножко краем этот Орбис задевает Лос-Анджелес. То есть тоже в районе Лос-Анджелеса у него проходит линия Венеры на асценденте. И в районе Лос-Анджелеса у него проходит Паран, Венера, Нептун. То есть таким образом указывает, как бы, вот-вот место на Земле, откуда может твоя сужденная приехать однажды. Ну и еще один такой маленький взгляд в сторону астрокартографии и ее специальных применений, специальных приложений, можно так сказать. Это так называемая карта сокровищ. Есть такой очень творческий астролог Дэвид Кохрейн, который как раз очень сильно ратует за то, чтобы использовать в астрокартографии не только линии угловых положений планет, но также аспектов к углам. Допустим, вот смотрите, вот линия, показывающая места, где Венера образует аспект 160 градусов, аспект 9-й гармоники к асценденту. Он использует и средние точки. То есть он строит, это строит Дэвид Кохрейн, он к тому же ведущий программист программ известных Кеплер, Сириус. Сириус – это самая новорочная программа, Кеплер немножко попроще, но это та же линейка продуктовая. Вот, и его Сириус и Кеплер строят вот такие карты сокровищ. Что это за карта сокровищ? Здесь он учитывает не только линии угловых положений планет, но также выбранные для данной темы. Это карта сокровищ, построенная на тему любовь и романтика. Вот, и вы видите, что здесь какие-то аспекты используются и так далее, используются орбисы. И вот предполагается, что на этой карте, где гуще всего вот этот красно-оранжевый или там розовый какой-то цвет, шансов найти своего партнера выше всего. Опять же, у принца Гарри, это для него построена карта сокровищ. Это область наибольшей концентрации цвета немножко смещена от Лос-Анджелеса, но, тем не менее, достаточно близка к нему. И мы можем сказать, что да, вот здесь на западе США наибольший потенциал для принца Гарри кого-то встретить или что-то найти романтическое. Ну и просто, чтобы в подтверждение тех слов, что я и не забываю и о русскоязычной аудитории, я хочу пригласить вас в заключение на бесплатный вебинар, который пройдет 23 апреля, онлайновый вебинар, конечно, 15 часов московского времени. Вот мои коллеги создали ссылочку, вы видите ее на слайде, на которой лендинг находится, то есть страница, куда вы можете прийти, посмотреть, что за тема, что там написано, про автора там, и кнопочка там зарегистрировать свой интерес, может быть, что-то в этом духе. То есть, ну, заранее это сделано. А тема вебинара простые, но малоизвестные методы поиска своего места на Земле. Я думаю, что из аудитории, да, я вижу, что время приближается, ставлю время на ответы на вопросы, несколько минут хотя бы, я заканчиваю уже. Александр, говорите спокойно, все хорошо, мы, если что, позже с вопросами еще встретимся и обсудим. Хорошо, да, да, да. Но это последний слайд, я уже заканчиваю. Просто хочу сказать, что методы действительно малоизвестные, и они действительно очень простые, которые позволяют вам найти где-то свое место под Солнцем. Ну, допустим, резонансное место, перекрестки судьбы, важность аспекта в девятой гармонике мы обсудим, роль наимения аспектированных планет, карты сокровищ тоже там разные, посмотрим. И мало кто знает эти методы или даже слышал о них, за исключением тех, кто посещает мою группу в Паб Галактика в Телеграме, где я постоянно делаю вбросы каких-то новых идей. А вот что такое резонансное место? Давайте посмотрим, вот как это оно находится и так далее. Но на вебинаре я, конечно, разберу все очень подробно и основательно. Ну, а сейчас я заканчиваю свое выступление. Семь минут у нас еще есть на ответы на вопросы. Пожалуйста. Александр, догадайтесь, какой первый вопрос у наших слушателей? На какую тему они могли бы его задать? Ну, вот просто ради интересного вопроса. Неужели, неужели коррекция на прецессию? Нет, Александр, совершенно не это. Они спрашивают, где же у вас, Александр, Венера находится? Где же у вас находится Меркурий? Венера находится в конце Овна, 26 градусов Овна, ретроградная, в соединении, как эта планета называется в уранической астрологии? Ну, полная гадость, короче. Подождите, а как вообще вот эти петли ретроградности Венеры, когда их проходят, вот циклы по Овну, вы как-то чувствуете их? Или уже далеко ушли, уже все, уже прям не чувствуют? Да, все, я чувствую, у меня просто жизнь, я же живу тут в деревне, вот болгарской, какая тут жизнь. Венера, да. Съездил в магазин, вот этот свет. Вы выглядите так, как будто прям Венера у вас прям вот в обители, и прям вот сидит и прям царит, можно сказать. Спасибо. Я спрашиваю про Зевс, в Зевсе много конфигураций, вот о какой именно идет речь? Во-первых, конфигурации-то вы создаете сами, в Зевсе можно настроить все, и обычная натальная конфигурация, там одна из первых. Я просто, вот то, что карты он показывал, я уже их подстроил под себя немножко, там же можно все это двигать, включать, выключать таблицы, там что-то делать побольше, поменьше. Я немножко с ними поработал и сохранил как свою конфигурацию, но вообще вы выбираете карту и для нее строите обращение, вот, там все это. Может быть, я какой-то ролик, ну, на вебинаре, может быть, покажу, как это делается практически сейчас уже. Счастно, интересно было. Ну, честно, так интересно, уже прям даже залезла сама в компьютер, и думаю, что многие уже залезли тоже, там до сих пор еще плавают, да, пишут, что это здорово было. – Александр, ответьте, пожалуйста, на вопрос, на каком паране человек наиболее счастлив в плане романтических и супружеских отношений и реализации себя? – Ну, опять же, паран можно рассматривать, да, на основе универсального символизма, вот Венера, там, любовь, Нептун, это там очарование и так далее. Но важно же посмотреть, я считаю, что всегда важно посмотреть, как находятся планеты, что они делают на натальной карте. Допустим, я бы вот на своей линии Венеры, может быть, не сильно стремился, потому что она ретроградная, вовне, в квадратуре с Сатурном, вот. – Вот, и, соответственно, я опыт на этих линиях Венеры получу, может быть, не самый позитивный, а может быть, какая-то другая планета у меня лучше расположена. – Он непростой, он непростой, да, вот тоже надо наблюдать. – Да-да-да, потому что как планета расположена в натальной карте, тот и опыт она вам принесет в жизни, в реально, и ее линии вам принесут этот опыт, а вы уж думаете, нужен вам такой опыт или нет. – Спрашивают, Александр, откуда берутся конкретные планеты для парану? – Конкретные, что значит конкретные? Ведь паран можно построить для любой пары планет, другое дело, где он будет находиться на Земле. – Вот просто так вот сформулировано, откуда берутся конкретные планеты для паран. – Вы выбираете, вот в программе такой, как Янус, вы выбираете, какие параны, параны каких планет вы хотите посмотреть, и он вам показывает их на карте. Можно все показать, но тогда это получится месиво просто линий. – А обычно вот я выбрал параны Венеры, пожалуйста, посмотрел, где они. – Александр, я вот тут на конференции уже 4 дня, скажу вам по секрету, и ни разу не видела, чтобы такой вопрос задавали. – А будет ли в чате ссылка на подарок от Александра? – Ну, это вот коорганизатор. – Ну, хотелось бы спросить, а что было за подарок? – Подарок, отрывок из книжки. Она не в резкости, наверное, в зуме будет. Ну, вот эта книжка, второй том, да, не в резкости. Астрология взаимоотношений. Толстенькая книжка, и здесь несколько страниц посвящено именно обращениям Венеры, там карты принца Гарри и так далее. Вот. И я отрывок этот, с позволения издательства, сделал просто в PDF и передал организаторам конференции, он вот в качестве подарка. – Дорогие друзья, вот вам практически, можно сказать, на руки материал для работы и размышлений. Обращение вы рассматриваете как самостоятельную карту или как наложение на Натал? – Да-да-да-да. Я знаю, что вот в российской астрологии есть такое своеобычное веяние, что вот обращение рассматривают в первую очередь как наложение на Натал. С Наталом надо сравнивать. Но я и вообще, по-моему, во всем мире тенденция рассматривать обращение как отдельную карту. Это как карта рождения какого-то периода в жизни. Или, скажем, соляр – это как карта рождения года жизни какого-то, действующего на него. И там свои темы, там свои особенности. И, ну, конечно, очень важно ее взаимодействие с соляром, если таковое есть. Иногда оно больше, иногда меньше. Но в первую очередь это символизм самой карты. Это вот вы родились в этом году. – Ну, как вы думаете, если мы будем рассматривать отдельно карту обращения и его программу как возможности, которые нам этот год дает? И будем сознательно знать, что, может быть, у нас недостаточно ярко проявлены связи между наложением одной карты с другой, но они, тем не менее, есть как шансы. И если мы будем стараться действовать в лучших вариантах проигрывания этого наложения, будет ли в этом смысл? – Ну, да, да. Я сейчас вообще стал продвигать идею так называемого астросерфинга. Это что-то новенькое даже для меня. – Как мне нравится. – Я беру просто, я беру вот эти все обращения. Меркурия, Венеры, Солнца, Луны тоже часто. – И для более медленных планет я беру не только обращения, но и полуобращения четверть обращая. Они все разные. В некоторых из них вы увидите большие трины или какие-то мощные там конфигурации аспектов. Другие какие-то будут вялые там или там позиции квадратуры. Выбирайте лучшие. Да, вот вам рецепт астросерфинга. Почему серфинг? Потому что, ну, вот в море на этой доске для серфинга человек выбирает волну и на ней держится, и вредитель летит там в небеса. И так же мы можем. – У меня такие примеры появлялись в последнее время. Представляете, Александр, вот какая-то волна идет, да, и начинаешь ее чувствовать. – Ну да, да, да. – Я думаю так, и вдруг вы озвучиваете такую грандиозную вещь. Потрясающе. Александр, хотела бы узнать, как вы в солярной карте без наложения на Натал смотрите события по месяцам от солярного асцендента или от пятого дома Солнца? Вот вопрос такой. – Я просто следую транзиту Солнца, честно говоря. У меня не очень сильно наработана эта тема прогнозирования событий по соляру, признаюсь честно. Меня интересует вот тема. Тема и как ее усилить в карте. Вот. А по событиям я несколько разных методов применял. Ни один меня сильно так не устроил. Вот. И не могу быть авторитетом в этой области. – Александр, Большой Трин у Гарри с одной из вершин на лунном узле. О чем это может говорить? Спрашивает. – Новое направление. Трины вообще для меня ключевые слова для Трина – начало нового периода. Это еще Августин Филипповна Семенко предложил эти ключевые слова. Или, может быть, кто-то и до нее она нам передала. – Начало нового периода. А если это Большой Трин – это, значит, какое-то большое начинание. А лунный узел – это жизненный путь, да, какое-то направление в жизни. То есть возникновение какого-то очень важного нового направления в жизни, я бы так сказал. – Последний вопрос, потому что времени уже нет, хотя вопросов еще море. Поэтому надеемся, что вы к нам придете, и мы поговорим об этом. – Ну, приходите в ПАП «Галактику», приходите на вебинар, или, может, еще что-то здесь организуем в рамках конференции. – Но мы это еще сможем обсудить. Смотрите, в этом году будут три возвращения Венеры. И что может быть сложным? – Что значит три возвращения Венеры? У кого? – Имеется в виду, наверное, три положения Венеры. Наверное, так вопрос сформулирован, что он касается петли ретроградности Венеры с тремя стоянками. Может быть, это три стоянки, может быть, это какое-то движение, там, директно-ретроградное, и выход из петли. – Нет, подождите, недавно было, в 22-м году, следующее обращение Венеры. В этом году не будет ретроградной Венеры. – Не-не-не, она во Льве будет в этом году. – Да-да-да. – Во Льве. И вот спрашивают, по-видимому, то ли о стоянках Венеры. – Немножко я не понял, да. – Я тоже немножко не поняла. Ладно, тогда мы этот вопрос сложим. Чтобы отдельно мы его обсудили. – Да-да-да, надо уточнить, в чем вопрос. – Хорошо, я расспрошу. Дорогие друзья, ну вы же наверняка слышите. Свой же вопрос повторите более четко, чтобы мы потом могли его задать Александру. Спасибо вам большое за вопросы. Александр, спасибо вам за интереснейшую тему. – Вам спасибо, что пригласили, дали возможность. – Александр, огромное спасибо. Коллеги, в чате, пожалуйста, дайте, как обычно, огня Александру. Мы все эти вот… Александр, у нас большая полоса, там всякие вопросы, и восхищение, восторги. И вот это все мы вырежем, и каждому спикеру пришлем, и вам тоже, потому что там, ну, просто это не рассказать. – Два слова хочу сказать. Что я вот в своей книге об астрологии пространства, которую недавно сдал в издательство, пишу о подходе Дмитрия Мирцева и методе Дмитрия Мирцева, и пишу о том, что Дмитрий Мирцев уникален в мире, и он войдет в историю вместе с Сефариалом, вместе с Майклом Эрлевайном и другими астрологами, которые проложили новые пути в астрологию. – Прямо, да, здорово, спасибо, Александр, какая красота. Спасибо вам, Александр, замечательно. – Спасибо, будем ждать эту книгу, и, конечно, все ее приобретем. – Да, спасибо. – Спасибо.